всем доброй ночи итак друзья мои перед вами известный знаменитый оберег востока глаз фатимы а намного позже назвали этот оберег назар бончук что в переводе означает оберег или спасение от сглаза назар это древние персидское имя назарос или назар что означает оберег или удача бончук прибавилось позже это уже из тюркского языка что означает с глаз оберег от сглаза но до того как это называлось глаз фатимы этот амулет или оберег и знали как глаз иблиса так переводилась или глаз главного джина по-разному на самом деле это до исламский оберег именно поэтому исламские богословы часто скажем так осуждают в своих выступлениях подобные суеверия призывая не верить этому не хранить у себя но невзирая на это класс фатимы является один из самых почитаемых он сам по себе потеет представлять один из самых почитаемых и часто используемых оберегов амулетов от сглаза на востоке немного истории дело в том что дочь пророка мухаммада фатима боясь что ее жених может не вернуться живым с поля битвы отдала ему такое син и синее стекло цвета ее глаз и заговорила это стекло а посредине нарисовала глаз и сказала что это оберег который поможет ему вернуться живым если кто-то знает арабскую культуру хочу объяснить что считалось оберегом то что напоминало темным или злым силам смотря от кого оберегали напоминало нечто такое что им близко и изображая на синим стекле глаз и близко фатима сберегла своего жениха от смерти от зла то есть и близ увидев этот глаз понял что он свой либо его трогать нельзя на нем есть оберег то есть это некий условный знак для злых сил чтобы они сразу понимали что здесь им делать нечего этот человек он под защитой определенных более могущественных сил и тогда эти силы разворачиваются и уходят такие вот маленькие обереги носили мы в детстве но там были такие выпуклые сделанный глаз из синего стекла точно также нарисованный глаз на булавку там насаженные нам давали носить либо как цепочка вешали на шею ребенку или или на ручку надевали если для магазина для дома для кафе и так далее то вешали вот такие большие обереги глаз фатимы есть поменьше то есть можно носить и поменьше есть можно себе носить вместе с украшениями с цепочками есть такие которые носят как браслет собственно говоря различные но одно условие что этот амулет люди должны видеть он должен быть на виду его прятать нельзя только тогда этот амулет оберегает когда он вбирает в себя этот сглаз завистливый если вы чувствуете что ваша торговля начинает останавливаться тогда когда ваши конкуренты со всех сторон видят как вы торгуете значит возьмите глаз фатимы вешайте но перед этим начитывайте концу дня обязательно нужно значит отжигать как называется снять весь негатив которые это тому лет забрал за весь день либо к вам гости едут нежелательные нежеланные да либо у вас какое-то заведение и вы понимаете что ваша торговля идет неплохо лучше других естественно могут сглазить позавидовать вес возненавидит на самом деле сглазу относится как такой элементарной какой-то ерунде а это очень очень большое заблуждение от сглаза люди могут заболеть и умереть до такой степени это знаете такой посыл я уже об этом рассказывала как то что мама моя купила такие интересные светильники которые при зажигании было ощущение как будто свеча горит вот черные свечи и лампочки были специально они вот так вот красиво горели но это декоративные больше пришла к нам одна наша родственница которая похвалила и перехвалила эти светильники ой какая красота ой а наша сноха вот деньги тратит да не видит ничего умного хорошего могла бы вот такие красивые вещи домой купить ой надо и тоже говорить надо ее образумить ой 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 вышла и эти светильники прям вот так вот без никого без никаких причин упали разбились вот такое может быть можешь ты в шубе пройтись например красиво одеты выйти из дома пройтись и споткнуться и упасть и чуть ли не разбить лицо только потому что соседние бабушки из этих своих окон до смотрят на тебя и видать что-то желает или внутри все кипит так что мы живем в таком мире где защита от сглаза очень даже очень даже нужно ребенок учится хорошо получает там всякие грамоты благодарности через некоторое время ребенок начинает болеть ваш новорожденный ребенок может быть такой пухленький интересный красивый хороший болтливый общительный но вы приходите домой ребенок капризничает значит не может спать у него начинается боли в животе у него начинается головная боль температура повышается и так далее это все сглаз вот хочу вам дать некий оберег от сглаза начитывайте начитывайте три раза на этот оберег и вешайте перед приходом гостей нежелательных или там где вы работаете каждый раз вешайте после рабочего дня сверху очищайте огнем и на следующий день вновь активизируйте вешайте можно просто так но просто так он особо оберегать не будет настолько насколько может оберегать если вы активизируете за одной из заговора значит как очищает потом вот эту всю негативную энергию которую она собрала в себя таким вот образом проносите и говорите гори в огне всякая чернота злоба сглаз зависть и все что ты себя вобрала от людей вот так вот несколько раз вы просто отжигаете вот эту поверхностную энергию которой она впирает себя что делать если класс фатимы лопается это значит перенасыщенность ненависть и зависть и вокруг вас делайте чистки почаще значит этот амулет выкидываете потому что потресканный или тем более как разбитый амулет он опасен он не нужен теперь почему называется глаз фатимы поскольку исламские богословы были против этого но этот глаз фатимы носили как султанши так и обычные крестьянки то есть никак невозможно искоренить у народа то во что он верит то пришлось немного переделать под исламскую традицию чтобы особо богословы не сердились и сказали что это не глаз иблиса поскольку фатима подарила своему жениху то значит она просто подарила как знак своей любви и с намеком на то что я слежу за тобой я всегда с тобой и моя защита моя молитва будут тебя сопровождать и вот с того времени вот класс фатимы так и назвали этот до исламский языческий аберег амулет который называли класс иблиса или всевидящее око еще похоже глаз гора очень подходит кстати говоря тоже египетский до символ но всевидящего ока глаз джина который должен был сопровождать человек то есть некого хранителя и так далее и вот это все вместе собрали и назвали глаз фатимы и так хочу вам сказать что вот этот подобный аберег вы можете увидеть во многих дворцах дворцах востока исфаханский дворец до саманидов крымский бахчисарайский дворец что еще топ-капе стамбула и так далее то есть во многих именно восточных восточных странах и с культурой востока вы встретите вот этот аберег который очень прочно вошел в восточный мир и не только и никак не вытравить никакими религиозными скажем так нравоучениями так уж получилось но еще естественно можете увидеть его дворцах самарканда и во дворцах древних эмиров эмиров живущих в древности и прочее прочее и так этот аберег который взял свое начало от арабов и укрепился у персов у турок у тюркоязычных народов далее средняя азия малая азия и до самой индии времена правления великих моголов которые в принципе по религии были мусульмане и название этого аберега как бы он не назывался до исламский период но в данный момент этот аберег называется глаз по темы и я вам рассказала почему именно так и называется и как им пользоваться он действительно будет оберегать и помогать через некоторое время вы увидите что ваша торговля идет как как раньше шло что уже нету какой-либо там скажем так неудачи или торможение денежного да вы увидите что люди которые вам неприятны начнут вас обходить стороной да и вообще и самочувствие улучшится и ребенок перестанет капризничать и меньше будет всяких трудностей и неудач и непредвиденных расходов потому как этот аберег начнет отражать и посылать обратно вот эти посылы потому что глаз глаза это зеркало души и в нем отражается душа кроме того как говорят ученые глаза это дорога в мозг то есть в мозгу формируется вот это вот энергия посыл и этот сгусток вот этот сгусток может ударить по человеку вот почему многие скажем знаменитости надевают яркие одежды вы никогда не спрашивали почему цыганки надевают яркие вещи там на свадьбы и так далее они прячутся за этими яркими одеяниями понимаете и обязательно есть какой-нибудь что-нибудь более яркое розочка еще что-нибудь подкрепленные есть люди у которых камни просто лопаются вот любые камни которые носят на себе через некоторое время камни начинают лопаться серебро темнеет золото темнеет и так далее это не всегда признак болезни сердца как говорят это чаще всего именно сглаз почему эти сверкающие вещи носят что-либо на себе что привлечет внимание потому что когда на тебя смотрит резко первое то есть что попадает на глаза этим людям это вот то самое яркое нечто что на вас есть например брошь какая-нибудь да какого-то цвета вот для этого собственно вот этот оберег он такой яркий и он сразу же привлекает внимание смотрите глаз два глаза встречаются это что наслали идет обратно понимаете обратная реакция потом зазеркаливание стекло понимать энергия не проходит через стекло она идет обратно и много других нюансов которые я уже объясняла говорила не будем на этом останавливаться да и так читаем каждый день если вы вешайте перед входом читать каждым по три раза если вы вешать будете дома перед входной дверью желательно часто читать активизировать но раз в неделю оттуда снять и очищать потому что ну если вас дома нет там столько народу не приходит как бы такой нужды нету но если гости пришли нежелательные то лучше очищать когда вы будете очищать очень может быть что прям черный дым падет от спичек это нормально он съедает жирает уносит вот тем более вы поймете с какой целью с какими мыслями к вам эти люди пришли и так читать нужно таким образом сохрани меня древний оберег сила глаза фатимы избавь меня и защити сбереги меня слабый мой час от завистливых и колючих глаз сохрани и сбереги от черного глаза от серого от синего от голубого от зеленого от ненавистного от зависного лихого и злого или завистного как хотите лихого и злого от женского глаза от мужского всю черноту в себя вбирай зло от меня забирай истина так заклята да если вы найдете маленький глаз фатимы которые носят там как оберег на себе там на булавку насаживает или как браслет можете и на это начитать в принципе есть разновидности этого оберега разные неважно иногда подкова с этими глазами можете читать на эту подкову то есть не обязательно чтобы она была именно такой формы но чтобы это был глаз фатимы вот именно синее стекло и нарисованный класс еще раз сохрани меня древний оберег сила глаза фатимы избавь меня и защити сбереги меня слабый мой час от завистливых от колючих глаз сохрани и сбереги от черного глаза от серого от синего от голубого от зеленого от ненавистного от завистного лихого и злого от женского глаза от мужского всю черноту в себя вбирай зло от меня забирай истина так заклято вопрос можно ли своему ребенку читать можно ребенку до 15 лет дальше ребенок уже не ребенок он сам должен читать и носить это если сможете научите кстати чистки и прочие детей не подпускать до 20 лет чистки и прочие не нужно если нет такой острой необходимости которые вам скажем порекомендовала ведьма можно ли детям читать на удачу на учебу можно это такое же обращение к силам эти боги создали как в вас так и этих детей поэтому это это возможно сохрани меня древний оберег сила глаза фатимы избавь меня и защите сбереги меня слабый мой час от завистливых и колючих глаз сохрани и сбереги от черного глаза от серого от синего и голубого от зеленого от ненавистного от завистного лихого и злого от женского глаза и от мужского всю черноту в себя вбирай зло от меня забирай истинно так заклято если все сделаете правильно через некоторое время заметите какие перемены у вас произойдут как вам станет легче и спокойнее потому как зависть она портит нам жизнь на самом деле портит и завистливый человек запомните не останавливается только на зависти только на мыслях он обязательно переходит в действие нет ни одного завистливого человека который остановится на словах на мыслях каких-то и так далее завистливый человек получает физическую боль если у вас все хорошо он должен что-то сделать каткой какое-нибудь зло причинить для того чтобы ему стало лучше потому что если у человека есть зависть малейшая зависть почему я вам говорю давите душите в себе зависть это зависит от полета души человека либо человек себя возьмет в руки либо будет развивать это сразу же задушите эту зависть потому что этот маленький червь становится драконом вы потом становитесь одержимы вы не замечали что человек злой изначально немного такой злобный ехидный потом начинает больше больше а потом его не остановить он становится как одержимы одержимы идеей делать кому-то зло потому что внутренне вот этот демон начинает усиливаться он питается этой энергией зла которую он сеет вокруг то есть он забирает от людей эту энергию зла поскольку его ненавидят проклинают то он там создает такую энергию поднимать вокруг себя вот эту злую энергию который питает этого демона а потом это демен когда голоде ночи начинает сжирать вот этого человека вы не замечали когда человек завистливый о ком-то говорит у него зубы сжимаются у него кулаки там сжимаются он от злости от краснеет аж у него глаза сверкает от злобы потому что внутренне этот демон он пока не получит новую порцию вот этой энергии страдания злости он не успокоится в конце концов человек сам себя обрекает на одиночество на абсолютно ненужность и может быть и душевную болезнь потому что многие завистливые люди в итоге жизни остаются совершенно одни нет остаются и хорошие люди одни но меньше всего и это разные причины они-то одиноки остаются и умирают славе и в благополучии но эти остаются одни сходят с ума просто сходят с ума вот например недавно показывали там передачу где оставшаяся одна вот бабка настолько уже крыша едет что она начала просто палить людей вот сжигать в селе дома не так посмотрели водку не дали бесплатно там пиво не налили и она начинает и у нее глаза злобные вот видно что внутри нее уже кто-то живет даете волю этой злой силе внутри вас поселиться она начнет вас жрать так что зависть нужно останавливать и относиться к этому нужно серьезно я вам еще раз повторяюсь завистливый человек не останавливается только на том что вот твое кафе так хорошо прям процветает люди идут так все красиво и такие деньги ты зарабатываешь как это дается никому не интересно главное что они видят уже результат да вот у тебя хорошо работает все у тебя есть и чтобы делать вы думаете что он просто посмотрел полюбовался разозлился и ушел нет он будет звонить там каким-то службам что пришли с проверкой он будет скандалить он будет людей настраивать он может на сайте даже создать что-нибудь такое анти рекламу твоего кафе сказать что там люди травятся что у них еда плохая вот я уверяю что многие люди которые работают на себя они они себя то есть они узнали извиняюсь может и себя узнали кто-то но в основном узнали таких людей которые сначала анонимно а потом уже не скрывая начинают поганить людям жизнь другая сумасшедшая бабушка которая самое страшное что в другой стране вообще за это сажают и назначают принудительное психиатрическое обследование а у нас этого нет другая бабка который там комментарий не понравился чей-то в интернете она нашла адрес этой женщины начала звонить и говорит что ее муж в общем пристает к ее детям попросил проверить попросила проверить то и вот эти службы без конца идут и идут и идут в дом этого человека не дают ей спокойно жить уже давно поняли что там ничего нет и она говорит вот как вот как так возможно что человек просто из-за каприза берет и поганит мою жизнь позвонили журналисты этой бабки спрашивают вы почему это делаете хочу и делаю вот был ответ понимаете вот о чем речь что завистливый человек злобный человек он не останавливается только на зависть и злобе там он пару слов сказал и на этом все нет он будет поганить портить жизнь потому что внутренний демон который там есть он требует все время пополнение новой еды новых эмоций новые злобы он на этом не останавливается и именно потому относитесь к этому серьезно и принимайте меры против подобных личностей чтобы остановить их их нужно останавливать иначе они вам житья не дадут всем удачи всех благ